Как-то автор пока не готов так далеко уходить в память. Потому что я всегда говорю, что там может оказаться так хорошо, что не очень захочется и возвратиться. Так что сегодня у нас будет такой определенный микс. Хотя то, что попросили исполнить по заявкам, уже тянет на отделение, но мы будем так слегка разбивать. Евгений Николаевич, готовы начать разбивать? Шакиризада Ивановна. Шакиризада Ивановна, да. Я готов. Ну, а сейчас будем так вкатываться постепенно. Я оттягиваю тот радостный момент, когда придется исполнять что-то из этого списка. Ну, тем не менее. Поехали. Равновесие не держит наш вагон. Словно пьяница шатается в ночи, только слышен опустевший-то развод. Да в кармане тихо звякают ключи, чуть поменьше, то от ящичка с кисьмом, чуть побольше от французского замка. Позади остался незакрытый дом, впереди незавершенная страха. Сяду, поеду, развеет грудь, среду вдовею, назад вернусь. Угасается окошечный пейзаж, с ним сливается губейный синий свет. Это что же то такое, что заблажь, чтобы в строчке уместилось столько лет? Ведь года пластались трудно, и не вдруг, и слова летели струнами за меня. А вдруг на этой строчке и замкнется круг этой жизни предпоследней для меня. Сяду, поеду, развеет грудь, среду вдовею, может вернусь. Отбивает время ложечкой стакан, и колесики квадратные стучат. И сгибает русло поезд до река, поворачивает пьяница назад. Снова поле разлинованным листом, снова дым от сигарет до потолка. Где-то, где-то впереди закрытие дома, а где-то сзади под забытая строка. Сяду, поеду, развеет грудь, среду вдовею, я не вернусь. Снова поле разлинованным листом, снова дым от сигарет до потолка. Где-то, где-то впереди закрытый дом, а где-то сзади под забытая строка. Сяду, поеду, развеет грудь, среду вдовею, я не вернусь. Слышно нормально? Меня слышно? Не надо побольше сделать. Мне всегда хочется как-то погромче звучать. Евгений Николаевич, всегда микрофон лучше. Мы сегодня убедимся лишний раз в этом. Ну, я и помоложе буду. Пока. Очки уже, вот видишь, в очках выходишь. Я сразу вспомнил этот анекдот. Вадик рассказывает, да, когда человек, слушай, не время сейчас. Воздержусь, да. Воздержусь, да. Еще не все все приняли. Во втором отделении, да. Да, да, да. Горячиться будем потихонечку, потихонечку. Сейчас давай пока наши традиционные так вот первые три-четыре песни. С кадрилькой тогда может быть? Да, у кадрилька хочу. Конечно. Торовыми доносы ветер шевелит. Дядь все заносы на земле лежит. А теплый ветер с юга, далеко гроза. Бегают по кругу-кругу красные глаза. Глянет влево, вау, но лучше не смотрел. Поглядит направо, тоже беспредел. И пока не поздно, а в небе созрачок. А по небу звезды, звезды, два рубля пучок. А по небу спутник, молния один. Сам себе попутчик, сам себе один. А как душа хотела с путником парить. За неготово тело, тело, душу отпустить. Не печалься, дядька, дрыхни до утра. Ведь поутру глядька хуже, чем вчера. А не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди, немного-много отдохнешь и ты. Травы стеблигнуты, а ветер шевелит. Спутник шизанутый по небу летит. А внизу вольготно, мухой на стекле. Батюшка народ, народ на матушке земле. А внизу вольготно, мухой на стекле. Батюшка народ, народ на матушке земле. Ну и сейчас давайте еще так. Хоровая песня, в которой солистом будет Евгений Николаевич. Нет, это не ваше благородие, где ты обычно солируешь. Я за рулем сегодня, я почти не поюсь. Когда он не за рулем, он поет эту песню в конце второго отделения. Но сегодня нет. Ну, просто споешь как голос. Вот есть программа «Голос», первый канал. На всех дисках проекта «Пятнадцать песен», который продюсирует Лидия Чебоксарова. Все там вокал, такой-то вокал, такой-то. Голос Евгений Быков написал. Это говорит об особом отношении к моему таланту. Ну, я не знаю, что ты задумал сейчас. Ну, давай попробуем. Не-не, то же самое просто, да. Твой микрофон показать людям. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять, отдыхали. А у нас, как всегда, темнота и устало. А у нас все путем, только где он, то у тебя. Подтяжки задох, хлопан устало. Сам себе бог, он сам себе панк. В душу залез, там темный лес, В лесу дуполом, в дуполе тепло. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. В душу залез, там темный лес, В лесу дуполом, в дуполе тепло. А у нас днем с огнем, а в патчем, а как без свечки, Согреваемся в служу, а сохнем в воде. И вокруг мельтешат, в основном, а человечки, И все меньше и меньше нормальных людей. Подтяжки задох, хлопан устало. Сам себе бог, сам себе панк. В душу залез, там темный лес, В лесу дуполом, в дуполе тепло. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, 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 в душу залез, А пьет не лез, в лесу дупло, в зуболе тепло. А в страну дураков дураки не вернутся, Им без наших теперь ни туда, ни сюда. И вдыхают босы, пудри, порят, рвуются, И осталось в войне победить, как всегда. Оттяжки задох, хлопанут стопан, Сам себе лох, сам себе пан, На подушку залез, там темный лес, В лесу дупло, в зуболе тепло. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, 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 В душу залез, темный лес, В лесу дупло, в зуболе тепло. Ну и оправдание присутствия Этого страшного инструмента Чисто конкретно мужская песня Которая нравится женщинам Давай, Николаевич А еще на улице темно Ни души, ни звука, ни огня А еще горит мое окно В комнате, в которой нет меня А еще встаю один в ночи Никого со мною рядом нет А еще я выронил ключи Не найду в потемах, а дайте свет А свет световик, световик, а хоть куда Слышь, звенят ключи в карамане Да не те, а те скользнули Из караманов, вот беда Не найти их, не собрали в темноте А еще уж скоро светет Дураком будиль прокричит А еще, а вылезет народ И заточат все мои ключи А свет световик, световик, а хоть куда Слышь, звенят ключи в карамане Да не те, а те скользнули Из караманов, вот беда Где найти их, не собрали в темноте А пока на улице темно А пока стою один в ночи А пока горит мое окно А еще я выронил ключи А свет световик, световик, а хоть куда Слышь, звенят ключи в карамане Да не те, а те скользнули Из караманов, вот беда Где найти их, не собрать их в темноте Где найти их, не собрать их в темноте Где найти их, не собрать их в темноте Так, а сейчас вот начинаем, собственно Песня, которая была написана в начале 90-х Все мы прекрасно помним это время Карточка покупателя Командированных, которые скрючившись Лежали около витрин гастрономов Не имея возможности купить колбасы В отсутствие этой карточки Я как-то приехал к своему другу в Леонозово Он тогда снимал квартиру Я зашел в универсал Леонозовский И восхитился Значит, на полках стояла морская капуста Которая, как известно, здоровье И стояла продавщица Ну так, не на полке Хотя могла На полке, кроме морской капусты Ничего больше не было Женщина была Знаете, я даже не могу описать Какого-то такого бульдожа Его выражения лица Она стояла так На восьмом номере лежали ее руки И она очень мрачно смотрела на жизнь Иногда в этой жизни появлялись Покупатели редкие Потому что, ну что, заходить Когда кроме морской капусты И ее ничего не было И я так посмотрел Вдохновился И написалась такая песня Некий новый взгляд На бегство Наполеона из России Я ее не пел По-моему, практически с тех пор Ну, сейчас-то заходишь Полки ломятся Импортозамещение, понимаете Моцарелла из Челябинска Это же все нормально Тогда не было даже Моцарелла из Челябинска Понимаете В Челябинске, наверное, не знали Еще такого слова Иностранного Делали нормальный сыр, понимаете Вот Но я, когда вот В нескольких совершенно Просьбах увидел Вот одну и ту же песню Про Наполеона Во-первых, прошу Не смешивать это С событиями во Франции Не надо Это как-то вот так само Но Историческое прошлое Казанский университет Историко-филологический факультет Не давало мне тогда покоя Сейчас тем более Я сейчас попытаюсь вспомнить эту песню Она оказалась на удивление сложна С годами Знаете, тогда-то Со всей дурью молодости И не понимаешь, что делаешь А сейчас как-то приходит уже некое осмысление Итак Это я все пытаюсь как-то хвосты притыкать Оправдывать звучание этой песни сегодня Ну давайте немножко пофантазируем И представим, что Ну придет к этому в результате Спасибо, Леонид Не-не-не А он уже пел А мы уже знаем Мы уже готовы Мы уже любим морскую капусту Ну и может быть по голоду Просто люди соскучились Такое же тоже бывает Не, ну с голоду можно и пухнуть Вообще-то Ну ладно Итак Некий новый взгляд на бегство Наполеона из России Исполняется впервые В рояле Бурлакова фройса Я стою в универсале Там-тарам-тарам-тарарам Я разглядываю полки Не цепляю никого И какой-то белый ангел Что стоит здесь не задаром Говорит мне сладкозвучно Ну чего тебе? Чего? И от этого звучания Мне становится волшебно Что-то мямлю, но не слышу Лепетания своего Говорю, что голодание Это в принципе целебно Но вообще-то вы на полке Хоть поставили бы чего И на это ангел Люся Так зовут ее в народе Говорит довольно тихо Там-тарам-тарам-тан-там Что, наверное, означает Что не гоже, так уж вроде Что, мол, глотку перекусит За родной универсам Я опять плыву в Нирване Жадно воздух ртом глотаю Все белее-синее краснеет Синий дым со всех сторон Касса с выручкой дневною Моментально исчезает Остаемся я и Люся Входит сам Наполеон Император недоволен По Калужской не пустили Отступают по Смоленской Где успели все подъездить Сзади маршалы толпятся Слюни голод наглотают Похудевшие гвардейцы Ну просто жаль на них смотреть Монопар дрожит икрою Это, между прочим, признак Он разглядывает полки И икра дрожит сильней Поворачивает к Люся Подзывает к нам Мюрата Похудевший и прелестный Кто-то усып вздымает вверх Император начинает Войско очень голодает Будем золотом платить Люся так же по-французски Очень тихо, но достойно Говорит, разуйте земли На витрине все стоит А старая гвардия В шапках медвежьих Гоняла по залу Ментай и сырки В ментай и тонули Благие надежды В цирках загибались Стальные штифи Икратор продолжает Войско очень голодает Ах ты, черт тебя, шейры Гипнотическая сила Что в его таится в ссоре Вся направлена на Люсю Аж дымится все вокруг Император смотрит косо А Люся смотрит на Мюрата А Мюрата, парень бравый Тянет вверх свои усы Император багровеет А Люся смотрит на Мюрата А Мюрата, парень бравый Тянет вверх свои усы Император ест глазами А старая гвардия С болью на лицах Мента и решетила Из ружей своих Корнет из Тулузы Герой Аустерлица Сырок надкусил И навеки затих Император с громким плачем И мурат с таким же плачем И гвардейцы тоже сплачем Покидают магазин И бредут они колкою По заснеженной дороге Проклиная все на свете Впереди березина Да-да Уи-уи Вновь меняется картинка Все вокруг опять светлеет Та же касса, те же люди Та же Люся, как всегда Я стою и улыбаюсь На душе моей светлеет Понимаю, что бы было, если бы здесь была еда Поворачиваюсь к Люся Опускаюсь на колени И прошу ее смиренно Мне внимание оказать Я прошу, чтоб дали книгу Жалоб или предложений Чтобы в ней на трех страницах Благодарность написать Благодарность 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 Сейчас уже нет Вот, например, было такое мыло Сейфгард Да Были сигареты Ответный удар Там был нарисован Вашингтон Ответный удар Уж не знаю, чем там ударяли Но ответный удар был Просто здесь будет сейчас звучать А вы вспоминайте Вспоминайте Вечер ветра То есть В этой дурке Автор попытался Прикоснуться Вообще к истокам То есть Из чего состоит все Из микробов Человечества Вселенная Микроб устал Он бился с мылом Сейфгард И будь оно хоть чуточку проворней Он был бы трупом чистым и холодным А так он жив Он дышит тяжело Бока свои вздымая Словно лошадь Что покурив Ответного удара Свалилась По дороге В Вашингтон Микроб вздыхает Тяжкая обида Давно уж Точит душу инфузорью А память Неотмщенных поколений Зовет на вечный Беспощадный бой Ведь было Было Не было галактик Планет Не без воды И кислорода А только легкодушные Микробы Порхали в темноте Небытия Крутя хвосты Шныряющим кометам На солнце Греясь И под ним же Множась Они резвились В микро-макрокосме Притихшем В ожидании Скачка И вот В порыве Жизнеутверждения Они сплелись Во что-то Блин Такое Что резко Изменило ход Мгновенья И все вдруг По-иному Понеслось Возникли земли Реки Рыбы Птицы Поперли вверх Секвои И березки И кто-то дал Кому-то Палкой в челюсть И нате Появился человек Вот тут И началась Простите Лажа Поскольку Этот сын Ошибок Трудных Вдруг Возомнил Себя Венцом Творения И вот Беда Поверил В это Сам И как Бывает Часто В нашей Жизни Чтоб Кто-то Не сказал Ему Всей Правды Он Принялся Мочить Не Разбирая Всех Тех Кто Создал Собственно Его Сначала Он Облизывал Ладони Под видом Что на них Осталась Пища Потом Решил Что руки Это Мало И начал Бегать Голым Под дождем Потом Придумал Падло Спиртоносы Что убивают Все живое Сразу И начал Протираться И снаружи И что Гораздо Чаще Изнутри И слово Это Придумал Гигиена Гигиена Тьфу ты Господи Помилуй Да что Сказать Стерилен Он Снаружи И изнутри Стерилен Головой Микроб Уснул В объятиях Морфея Он воспарил И стал Почти Свободным И связь Времен Распалась На микробы Что снова Стали Сутью Бытия Он спит А паразитка Тетя Ася В девичестве Асунта Вила Баджо Уже Нагрела Воду На комфорте И Всыпала Смертельный Порошок Где-то Тетя Ася А вот Это Наша История Это Наша Жизнь Вспомнилось Мне Мыло Такое Что было Дуру Эти плакаты По Москве С дуру С дуру Сделай мир Чище С дуру Можно сделать Все что угодно А вот И просто Как бы так Продолжая И собственно Заканчивая Стихотворную Составляющую Нашего Сегодняшнего Первого Длина То что Написалось Совсем недавно И еще не звучало Это как бы Премьера Сегодня Физически развитый Физик И химик Преклонных Годов Писатель По прозвищу Шизик И дедушка В десять Пудов Сидели Под детским Грибочком Заняв на планете Кусок И розовым Детским Совочком Сыпали В ведерко Песок Песок Тек Неспешно Как вечность И вечность И мысли О вечном Будил И знак Рисовал Бесконечность Один из Сидящих Чудил Он был Ясно Дело Писатель На шее Сидел У жены И лишь потому Он не спятил Что видел Зеленые Сны В них Все было Будто В зеленке От драных Носков До пенсне И серые В жизни Глазенки Зелеными Были во сне Вокруг Зеленела Природа Природу Никто Не губил И дым Из трубы Химзавода Как доллар Зелененьким Был И вроде Все было Прекрасно Как вдруг Прямо Наискосок Прорезал Зеленое Красный Совсем Непрекрасный Мазок И вот Уже Тучи Пригнала Багрового Цвета Гроза И дождиком Спрыснуло Алым И красными Стали Глаза И в небо Взметнулись Знамена Одевшись В привычный Колор И с троем Качнулись Колонны Ткачей Педагогов И лор И прямо Не зная Сомнений Пошли Через реки Леса Но Дзынькнула Цепь Поколей И дыбом Взошли Волоса И в раз Окунек Красноперый Сжелтился Как тысяча Солнц И схлопнулась Пасть Расвумчора Как ротик Уинги Зайонц А сотня Кудахчущих Птичниц Возвышившись В курьей толпе Шкворчнули Желтками Яичниц Оставив Белок В скорлупе И двинулась Желтая Раса Затмившись Светила Собой Но Скрючилась Крестрелка Компаса И раса Вернулась Домой А физик И химик С дедулей А с ними Проза И кшиза Песочницу Желтым Обдули Сцедливо Упрятав Глаза И тут Прекратились Кошмары Затих Цветовой Произвол А позже Пришли Санитары И всех Увели На укол Тоже Из попрошенного Из того Времени 90-е годы Выхожу Вечеру С пулеметом На родной Укрепленный Балакон Хендехох Паразит Отчего ты Ходишь Мимо И мне Незанаком Не дрожи Ты как В лютую Стужу И не Мни Перед смертью Штаны Ты как Только Ступила Через Лужу Так Нарушил Границы Страны Нет На карте Ее И не Будет Да и Карта Уже Не Нужна Мы Простые Спокойные Люди И У каждого В хате Страна И У каждого В хате Держава И Запасы Лежала Еды И Не Надо Ни Денег Ни Славы Лишь Хватило Бы Только Воды Бывало Братцы Хуже По Правде Говоря Настя Настя Данули Братцы В лужах И Шли Через Моря Сдавали Братцы Неровы И Борали Города Ай Трефи Бубич Равы Легали Да Не Туда Ай Трефи Бубич Равы Легали Да Не Туда Закурю Я Сушеную Каку А Че Ты Нос То Скривил Ё Мое Ты Же Первый Завяжешься В Драку За Какой Это Там Муми Я Сво Просушу И Просею И Столку И Готов Самосад Тогда Еще Не Боролись С Курением А Ох Как Все Предвосхитилось Да Конечно Ни Винстом Ни Селем Но Бесплатный Зато Аромат После Третьей Глубокой Затяжки Заглотавши На водку Талон Я Цепляю Гранаты К Подтяжкам С Пулеметом Иду На Болокон А Внизу Ты Торопишься Бедный Нарушаешь Границы Страны Эх Народец Пошел Нынче Вредный Все Ж Измял Перед Смертью Штаны Бывало Братцы Хуже По Правде Говорят Тонули Братцы В луже И Шли Через Моря Сдавали Братцы И Неровы И Борали Города А Это Рефи Буби Червы Легали Да не Туда А Это Рефи Буби Червы Легали Да не Туда Туда В тюменской Филармонии Работал Цыганом Похож Это было Давно Только Только Заросла Мочка Знаете Да В трудовой Книжке В договоре Цыганбыков Одно Слово Сейчас еще модно Говорит И хэштег Перед этим Для чего И хэштеги Ставят Я вот не знаю Диез Для чего Ну объясните Кто нибудь Продвинутый Ну вот Эта вот Хрень А потом Уже Какое-то Слово Ну ладно Выясним В интернете Ладно Поехали Цыганбыков Хэштег Цыганбыков А подарил бы мне Газпром Акции Два процента Я бы деньги Сразу в дом До рубля До цента А подарил бы Росвеспром А кубометров Двести А я бы бревн Тоже в дом А че Все целее на месте А подарил бы мне Сбербанк Пачки Три валюты Я всегда спрашиваю Из Сбербанка Никого нет Сегодня Че-то не ходят Сбербанк Да ладно Тогда После концертика Встретимся И закурил бы я Табак А и сделал Пальцы гнуты И толкнул В газ И лес Поменял Валюту И купил бы У небес Лишнюю минуту А потом Еще пяток Да и прошло Б ненастья Там, глядишь Еще чуток И настало Счастье А все-таки Хочется Счастья Ох, хочется Да вот В народе Говорят Как Мола Не бывает Что за деньги Всем подарят Время Начисляют Немобильный Телефон Человек Однака Срок Закончил Выди Вон А нет Живи Не квакай Поквакал Да и живи Че там Ай, ну и ладно Ну и пусть Живы Значит Живы Так Зальем Тоску Груст Водочкой И пивом Да, ребята Я такой Мне не надо Лишку А подарил бы мне Лукойл А нефтяную вышку А вот тогда Уж не зевай А живи Красиво Стоп 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 Ребята Наливай Водочки И пиво Пошел Черноголовый Музыка Сыганбеков Человек Хэштег Это тоже просили Да, тут все написано Так что Ну, там много еще Что написано Вот Сейчас мы так Свернем Все таки Прозвучало там Лор Про здоровье Пора задуматься Да, давай Страничка посвященная Нашим славным врачам Аплодируем врачам Всем И присутствующим И отсутствующим И все мы Собственно В принципе Где-то врачи Да Как утром В зеркало подходишь Ну, врач Врачом Только не в белом Попробуем Доктора Мишина Сам боюсь Субтитры создавал DimaTorzok Голос разума Не слышим Прилетает только в теме Доктор Мишин Доктор Мишин Полечите наше время А стихи уже не властны И поэт наладан дышит Я прошу Расклейте ласты Доктор Мишин Доктор Мишин Все едины Как и прежде По своим стреляют Меткам Доктор Мишин Вы не режьте Вы попробуйте Таблеткой Я прошу Вас Не болейте Вам еще Лечить эпоху Лучше водочки Попейте Вот и ладно И все Бог Ведь пока Вы есть На свете Все с душой Не так уж Плохо Я прошу Вас Не болейте Вам еще Лечить эпоху Я прошу Вас Не болейте Доктор Мишин Доктор Так Топ Ну Все-таки Неизгладимый след В моей израненной душе Оставило посещение Премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым Больница номер 67 Где я его ждал В километре От того Где он прошел Не важно Главное приехал И знаете Вот пройдут века Скажут Я лежал в больнице 67 Он приехал в больнице 67 И уже не важно Встретились мы Не встретились Есть та больница Нет Кто оттуда вышел Кто не очень Не важно Но тем не менее Я понимаю Медведев приехал Но я там еще В начале 90-х Понимаете Я еще не вернулся Оттуда Как-то раз Лежу в больнице Одна ног И не быстро Вдруг забегали сестрицы В гости к нам Премьер-министр Дабы выразить участие Он заедет Главврачу Мой сосед Сомлел от счастья И повторно сдал мочу Набежало тут народу Стали драйвить весь этаж Санитар Степан Как воду пил Ц2H5OH А проктолог был в завязке Принял фенобарбитал И на марлевых повязках Всем улыбки рисовал Туалет отмыли Чисто Потеряк Всего двоих Десять опытных чекистов Закосили под больных Пробрались в палаты Мирно Постояли На часах И легли По стойке Смирно С пулеметами В труфах А вот и общество Готово В коридоре Тампача Для приветственного Слова Рот открыт У главврача И заходит Тут охрана Все на вышку Стоят Два палатных Каракана Тоже встали С нами в ряд А вот и он Костюмчик синий Да в бюджете Есть дыра Но живающую Россию Мы в ответ Ура Он без нанотехнологий Мы в натуре Ну никак Он заботы И тревоги Мы не надо На тощак Он коррупцию Как грелку Мы Ты только Укажи Он Бывают Недоделки Мы Да ладно Не бомжи И одели Все Одели Санитар Степан Затик Тараканы Улетели Крылья Выросли У них Главный Врач Навзрыт Заплакал И сказал В ответ Курей Да за эту Вред зарплату Мы кастями Готовы Лень Нам бы Лишь побольше Грантов Их Появится Просвет Тут же Двое Ампутантов Спели Песню О Москве Москва Звонят Колодкова Он Дал Ценные Советы Гречу Дали На Обед Там Хорошая Примета Засорил В Туалет Все Ушли В Палаты Рано После Праздничка Приврат И Вернулись Стараканы Где От Крылья Потерял Звонят Колодкова Гречу 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 То есть Первое Исполнение В этом Газ Ура Песня Где-то 70-какого-то Года Между прочим Март, апрель и май День, неделя Вот Здравствуй, прощай Все Наоборот Без Причины Смех Горе И Беда На Глазах У Всех Раз И Навсегда Тихий Тихий Звон Часов В Комнате Чужой В Сотне Голосов Затерялся Мой Март, апрель и май Радость Радость Печаль Здравствуй Прощай Март, апрель и май Медленно Кружит Лист Календаря Календаря Темной Ниткой Шип Праздничный Наряд За Одним Столом Радость И Печаль Вместе Пьют Вино Кружками Стучат Лист Календаря Медленно Кружит Я Стараюсь Ряд Вместе Не Сложит Март, апрель И Май Радость И Печаль Здравствуй Прощай Марта Припьем Май М-м-м-м-м АПЛОДИСМЕНТЫ По некушенной тропе, По нехоженной тропе, Ветер, ветер пролетел, Тетер на березку сел. Поглянулся, заскучал, Сирым глазом застрочал. Сторона моя, сторонушка, Вратца ждущая, Алёнушка, А темна, вулк и вода, Всегда. А кричи, хоть не кричи, Есть причины для кручей. Накрывает туча дом, Буча, буча в доме тон. Гасит ветер, свет лучи, Сидит горе на печи. Сторона моя, сторонушка, Из-за тучи ясно солнышка, И журчат из родника века, Через много-много лет. Там, где тёмно будет свет, Будет белым, белый свет, Человеком человек, Сказку новую найдёт, Сторона моя, сторонушка, Из-за тучи ясно солнышка, И журчат из родника века. Сторона моя, сторонушка, Вратца ждущая, Алёнушка, А темна, вулк и вода, Всегда. Какие-то песни, которые просились, Если их авторы, авторы этих заявок присутствуют здесь, Вы же, извините, по чисто техническо-физиологическим причинам, Например, эй, емщик, хрестни покруче, Просто не вытяну. Там, в мартышках старости слова связками стало, да. Ну, я так очень надеюсь, что это временное явление, да. А, ещё просили, значит, полотно под названием «Секс-шоп». Ну, тоже, понимаете, это 90-е годы, Это одни из первых круизов, И как-то вот мне повезло, Я попал в команду артистов, Которые, значит, не долгими южными вечерами пели, А потом долгими днями пели, И ночами с теми, кто их слушал. И как-то попал к нам в круиз Коля Лукинский, Николай Лукинский, известнейшая личность. Вот тогда он не был так знаменит, Когда он сейчас побил всех на Первом канале. Бокс, помните, был это? Король ринга, что ли она называлась? Типа звёзды приходили и били друг другу морды, значит. Хорошая программа. Хорошая программа, нормальные люди просто аплодировали, И прощали, бис, бис кричали. И вот Коля всех вобил, И он, значит, написал песню даже там, Я бил джигурде по бороде, Бил таранде по патранде, в общем. Он её исполняет, он носит с собой пояс, Это тяжёлый, ему Харлей Дэвидсон подарили. Мама Сассыгл. Говорит, вот деньгами взяли. В Харлей он немало стоит. Вот, ну а тогда он был никому неизвестный, Артист-парадист из Смоленска. Потрясающее дело Михаила Сергеевича Горбачёва. И попал в первый заграничный круиз. И, значит, шли мы в Барселону. Да, на подходе к Барселоне, значит. А Коля, он каждый день с утра По палубе вокруг трубы бегал, значит, в пробежку. Сколько бы он ни выпил вчера, Но сегодня обязательно надо пробежку делать. Тогда тоже занимался боксом. И как-то он подходит ко мне, Уже Барселона заведнялась. Он говорит, ты не первый раз за границей. Я говорю, нет. Сказал я твёрдо, поскольку был второй мой раз. И вдруг, это начало 90-х, И Коля говорит мне крамольную фразу. Он говорит, своди меня в секс-шоп. Я говорю, Коля, ты вообще подумал? Вообще хорошо, что ты спрашиваешь. Ты человек, воспитанный на славных традициях. Секс-шоп – это всё плохо. Это жутко, гадко. Фу. Только по любви. А там всё. Целлулой наутаперча. Говорят. Он говорит, не-не-не. Я хочу своими глазами увидеть, Чтобы потом заклеймить. И, значит, Игорёк Христенко там был ещё. И мы вот втроём в Барселоне вышли. Я помню, взяли за руки вот так вот. И перегородив практически бульвар Рамбла, Мы так пошли. И причём, знаете, вот со стороны Можно было понять, что куда-то идут эти люди. Куда неизвестно, но по лицам ясно, Что они куда-то идут. И причём идут как в последний бой. Знаете, вот так. Сейчас найти дзот и лечь на него втроём сразу. Они-то все шли чуть сзади. То есть я шёл как Данко, понимаете. Потому что я был второй раз за границей, А не первый поехал. И мне уже неудобно было пацанам говорить, Что я, собственно, не знаю, где это рассадник этот. Но я вот шёл по Наитию. Знаете, внутренний компас такой. И я вот первый переулок налево свернул. Он так. И смотрю. Да. Ох. Ну, стоит. Стоит его скульптурное изображение. Вот такое. Вылеплено очень зрелищно. Рукой мастер. Видно, что левил. Человек знающий это всё. Ясно, что не колбасная лавка. Колбаса несколько и по-иному выглядит. И мы так заходим прямо. И они там уже поплыли сзади. Значит, ребята, соберитесь. Ну, тогда, начало 90-х, можете себе представить, это было потрясение, конечно. А сейчас, когда там, что там, дети уже знают об этом. В авоськах носят. Закинув на плечо. А тогда мы, значит, стоял скучающий, ненавидящий всё живое продавец. Такой. Он спал с открытыми глазами. Значит, пара негров была, которым всё равно целлулоидно или неважно. Пара пенсионеров, которые, как я всегда говорю, пришли воскресить сладостно-порочные ощущения. И мы втроём, значит, три бойца. Посмотрели на прилавки. Ну, как-то, ну, как в морге. Ну, висят, ну, стоят, ну, лежат. Как-то даже на себя не примеришь, даже умозрительно. Но убил всех. Тогда же ещё не было, знаете ли, флешек, да? Тогда не было дисков. Тогда были кассеты. А кассеты, что такое кассета, видео? Это прежде всего площадь, на которой можно разместить фотографии, рисунки, фантазии. И вот там был такой стеллаж от потолка до пола, уставленный этими кассетами. И там были фотографически изображены герои этих фильмов. И Коля как увидел это, а человек натуротворческая, в Смоленске тогда такого не было. И он когда дошёл до последнего ряда, а там эти были. Вот в ЛГБТ, а не Т. Тогда такого словосочетания-то ЛГБТ не было. Сигареты БТ только были, и всё. ГБ было, да. И когда он увидел мужчину-женщину этих, с ним припадок случился, в общем, он там драться палец. Ну, вернулись на корабль. А слава богу, на корабле была делегация Свердловского автодора. Вылечили. Вылечили за ночь, они с Коли стреста сняли. Но я по традиции, которую изложил Юрьевич Витбург, песня-репортаж, то есть ни слова фальши, ничего не придумано. Вот как было, так было. Сегодня внутренне и внешне хорошо. Сегодня все пьяны и даже без вина. Сегодня Колька собирается в секс-шоп. Сегодня радость на лице у другана. Глядит на стрелки часовые, ну же, ну же. Наводит стрелки на вельветных штанах. И даже в этом гражданин, а также муж. И все такие же у Кольки в друганах. И мы идем гуляем молча, не спеша. Напряжены, но виду мы не подаем. А птичкой в клетке где-то там стучит душа. А ну не сдюжим и державу подведем. А вот и шоп, точнее, трудно рассчитать. Подходим к цепью, как в горах, когда буржит. Рука в кармане обхватила рукоять. Чего-чего, ну в общем, то, что там лежит. А он стоит, примерно будет нам похруть. Отполированный, ну что да, как живой. И Колька шепчет, еле слышно, не забудь. А сам с лица сменился, парень сам не свой. Я гадом буду, не забуду, слышь, колян. Мы подтянулись и вошли, как на барад. И Колька шел, как представитель всех смолян. А там заразы, хоть и лежа, а стоят. И вот такие, и вот такие, и еще. Вот длинноствольный, будто палк проглотил. А вот и лысый, ну не дать не взять, Хрущев. А вот чернявый, будто кто его коптил. А вот устройство для желания извне. А вот и гайка, чтоб законтрить изнутри. И только слышен Колькин шепот, братцы, нет. Ну так же в жизни не бывает, посмотри. И мы посмотрели, обалдели, вот те хрен. Стоим и думаем, что-то здесь не то. Сидит девчоночка с груднями до колен. Но правда девка не живая на фото. А рядом негра, будто девушка с веслом. Но там весло, а здесь как есть на трех ногах. А рядом тетку так, ребята, разнесло, Что можно целый взвод упрятать в сапогах. Колян присел, видать, ногами ослабел. И вдруг кричит, и мы к нему ныряем вниз. А там написано, красотка, она бел. Ну мы как глянули, вообще оторвались. Вот так вот смотришь, да, чувиха, все при ней. Шестой размер, помада кудри, алчный рот. А так вот глянул, ой, ребята, ей же ей. Крупнокалиберный немецкий пулемет. Колян кричит, ядрёно, ваш фотомонтаж. Шатер, хану, разок и воет всё путём. Тут продавцы на нас пошли на абордаж. А мы спина к спине у мачты все втроём. Они не знали, что товарищ наш боксёр. Они раскрылись, словно трюмы корабля. Он бил за родину, за братьев и сестёр. Бил за берёзки и родные тополя. Бил от души, в которой сохнет маята. Бил за великую из всех великих стран. Он на ночь высосал бутылку без винта. Скрипел зубами и кричал, но пасаран. На этой высокой ноте мы закончим первую часть нашего общения. И ненадолго расстанемся.